На базе республиканской спортивной школы номер 4 появилась молодежная хоккейная команда «Сокол». Впервые за 45-летнюю историю учреждения. Она будет играть в первенстве национальной молодежной хоккейной лиги. Сегодня прошла первая тренировка. Совсем скоро тренировки станут постоянными. Все уже соскучились по нормальной физической нагрузке. Идея формирования молодежной хоккейной сборной витала уже давно, но официально была озвучена на церемонии открытия регионального центра по хоккею. И уже через месяц Минспорт подал заявку на игры в национальной лиге. Олег Владимирович Салтыков. Он обратился в Министерство физической культуры и спорта. Вроде спортивная жизнь остановилась как раз, но мы это время использовали как раз для анализа той работы, которая была проделана и которую предстоит сделать. И он выступил с таким предложением. Мы как Министерство поддержали, потому что действительно очень хорошая идея. Я еще раз говорил, и буду говорить, что много наших ребят, которые достигают 18-летнего возраста, потом уходят в другие регионы, потому что здесь нет нашей команды. В ряды молодежного сокола стали вчерашние юниоры. Выпускники местных спортивных школ. Понятно, что в команде еще будут переостановки, но основной костяк создан. Впереди тренировочные сборы на открытом воздухе. Создав эту команду, мы как бы продлеваем хоккейную жизнь для наших ребят, воспитанников нашей школы, которые десятилетиями проходят обучение в нашей школе и будут потом иметь возможность для более мягкого перехода с молодежного хоккея на хоккей взрослой команде мастеров. То есть они здесь могут играть до 21 года. Это хорошее подспорье для нашей школы, для наших воспитанников, которые будут дальше продолжать обучение в нашей школе. Игроки-молодежки осознают важность поставленных задач. Для меня это, во-первых, дает возможность продолжить свою хоккейную карьеру, хоккейную жизнь. Также постараться пробиться в более возрастные команды. Ну, например, к хоккей-боксару туда попасть хотя бы. Только положительные эмоции. Я недавно мечтал поиграть на таком уровне, на новом для себя. Благодаря переходу Республики на второй этап снятия ограничений команда сможет начать тренировки уже в августе. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика.